В одном из комментариев, которые я прочитал под предыдущим видеороликом с микрофоном, упоминалась некая игра под названием Метель. Итак, ну давайте что-ли посмотрим, поиграем. Не заходил я ещё в неё до этого, но насколько мне известно, это явно не какая-то там весёлая игра-бродилка. То есть здесь, судя по всему, нужно будет выживать. Ну ладно, три персонажа нам даётся, но почему-то сейчас я могу выбрать только одного. Это вот этого вот, Аллан. После чего идёт Адель и Эмили, но здесь написано «Скоро-скоро». Озвучка, если честно, очень хорошая, то есть мне пока нравится. Чухались мы где-то в клетке, как он сказал. Возле нас валяется ковёр, который, наверное, в каждом втором доме в России висит. А вот уже что-то валяется. Какая-то уже цифра здесь виднеется, какие-то там панели передач. А чё я такой маленький, кстати? Почему у меня такой маленький рост? А что, за Шевцова играю, что ли? На улице, как мы видим, просто весело. В принципе, в августе в Сибири то же самое. Понял, все это приседать и вниз вставать. Модель кирки. Получается, этот человек, который нас украл, это шахтёр. Вот эта фигня, она не может открываться без ключа. То есть вот этот ключ, он как раз-таки и нужен для того, чтобы взять огнетушитель. Почему она открывается без ключа, это понятия не имею. Ещё надо взломать терминал будет. Ну, просто замечательно. Обучение на программиста бесплатно. Пароль – это «Север, Запад, Восток, Юг». Пароль от чего? От терминала, что ли? Эту верёвку, я думаю, лучше не трогать. Я знаю, зачем она здесь висит. По ящикам. А, вот молоток, кстати. Ну, в принципе, можно уже его вызывать и файтиться с ним один на один. Потому что молотком, я думаю, можно сделать всё, что угодно. Прямо как в фильме «Драйв». Ну, судя по всему, молоток нужен только для одного. Это для вот этого. Потому что персонаж, за которым мы играем, вообще ни на что не способен. И не может просто-напросто, когда он заходит, от этой стороны взять и ударить его по голове. Ну, спасибо за то, что они хотя бы отсчёт сверху поставили, когда он приходит, когда он уходит. Он не успевает закрыть дверь, мы уже уходим. Здесь, кстати, вот цифра, ещё одна, 9. Здесь я вижу 7. Потом внизу 8. И где-то, а, вот на коробке третья. Но в какой последовательности их набирать, я не знаю. Потому что он не написал даже последовательность цифр. Если он открыл терминал, то почему он не сказал нам, как этим пользоваться? Мог сразу бы написать цифру и всё. Ладно. Северный. Мы должны сейчас определить, с какой стороны дует ветер. Так, ну мой 1000 IQ мозг начинает, судя по всему, показывать то, на что он способен. Ну да, получается, вот это первая цифра, потому что ветер северный, а он вот оттуда. 7, 9, 8, 3. Всё, наконец-то. Добро пожаловать в панель управления. Что у нас здесь? Здесь у нас, естественно, толчок и получается какая-то хрень. Кто-то нассал в раковину. Ну, в принципе, молодец. Обосранная, засранная, ржавая ванна. В принципе, в общежитии бывало и похуже, знаете ли. Так, здесь у нас находится иголка или, а не, рукоятка. Я думал, это иголка такая огромная. Там, наверное, будет находиться УЗИ, прям как в фильме «Брат 2», где он просто взял крышку из-под туалета, засунул пакет с оружием, потом достал. Рукоятка эта, судя по всему, нужна вот сюда, потому что цвет синий, это значит синяя, нужно сюда. Забираем гаечный ключ. Вот это разбивать, судя по всему, нужно пилой, да? Почему пилкой по металлу нельзя это сделать, я не понимаю. А, вот, вот, нашел, неужели? Правда, это можно было делать и потише. Какой-то потайной дверь, и, судя по всему, здесь или ловушка, или скример будет. Понял. Я надеюсь то, что я ничего не забыл, потому что проходить заново мне не очень охотно. Но я получил кусачки, которые похожи на пассатижи почему-то. Воду сливать как бы надо за собой. А куда, кстати, слив пошел? В смысле? В смысле? Я же только что отодвинул это. А куда вода ушла? Смыв же был где-то здесь, я отодвинул раковину сюда, куда ушла вода? А так можно было, что ли? Киберпанк 2077, это уже баг какой-то. Загадки человечества раскрываются. Отвертка нужна сюда, ломом нужно выбить это, да? Не, ломом это не выбьешь, к сожалению. Значит, им можно сделать только одно, разбить башку этому уроду. Ну что же, ничего не остается, сейчас будем действовать вот так. Нам торт принес, что ли? И здесь мы, судя по всему, можем... О, господи, это что вообще такое? Макс, это ты наелся и спит. Макс, ты здесь как будто бы лежишь уже 20 лет. Дверной засов поставить и теперь включаем электричество, потому что питания не было. Лифт включить. И нахер отсюда. Прощаю, врод. Я свободен, словно птица в небесах. Свет в конце туннеля. Я не хочу сейчас спрыгивать, потому что, зная такие игры, может залагать. Отмычка нужна, судя по всему, сюда. Но я не знаю, кстати, открывать или нет. Может, там сидит какое-то даунистическое создание, которое меня убьет. Ну ладно. Ладно, вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Время прохождения 20 минут, 20 минут. А, все, да? Серьезно? Пробую, короче, еще раз, потому что я там какую-то жертву еще одну нашел. Что-то как-то быстро я сбежал, я даже не заметил, что произошло. Просто вы нашли еще одну жертву, до свидания. Успеешь ты закрыть дверь, я уже выхожу и включаю то, что мне надо. А, дверь я забываю, то, что постоянно надо включать. Домофон надо использовать все-таки. Не зря всем домом скидывались. Спускаемся вниз. Виталий здесь так и лежит. Отбираемся и замерзаем от холода. Короче, вот какая-то такая игра интересная, полезная может быть. Не знаю, чем она может помочь, только разве что определять север и юг по вот этим вот новостям. Все, обидно то, что там Виталий лежит или как его там Макс звали. Обидно за его смерть, хороший был чел. Он просто любит жизнь, но сбежать ему, к сожалению, не удалось. Вот, Hotline Miami обязательно будет. Видосы по нему я выпущу. Вот такая вот интересная игра. Естественно, скачивайте, если вы не играли. На телефон, по-моему, она тоже есть. Всего хорошего. Ну и там, естественно, не забывайте там лайк поставить, подписочку там оформить. Если видео не понравилось, то, естественно, дизлайк поставить, отписаться. Ну а мы разбиваем молотком, забираем ключ и сидим здесь, ждем его. Ну вы, правда, не увидите, как он придет, потому что я сейчас выключу. Спасибо, я опять заперт здесь. У меня нет ничего. Все, я умер здесь. Пока.